Привет, это Катя Панова, основательница Рубика. Сегодня у меня для вас очень интересная история и разговор с человеком, который сам себе сделал грин-карту EB2, National Interest Waiver, без адвоката. Таким образом, сэкономив около 6, а то и 10, а то и 15 тысяч долларов. Перед нами Саша, мы будем называть его так. Он приехал из одной из стран постсоветского пространства. Он физик-ядерщик, то есть он работает над экспериментами в области ядерной физики. И он работал на Большом Адронном Калайдере, куда послал американский университет, где он учился, где он защитил диссертацию. И когда он задумался о том, чтобы приехать в США окончательно, как бы не на постсоветческой физике, над которой он находился, он начал делать свое такое небольшое исследование и поспрашивал своих коллег, физиков. И пришел к выводу, что, в общем-то, надо пробовать сам. Он попробовал, и у него все вышло. Послушайте наш разговор и для себя, видимо, уточните, да, как бы, может быть, проясните, сможете ли вы сами подаваться на такую грин-карту. Я вообще не знала, что так можно. Я не знала, что можно без адвоката. Мне казалось, это настолько сложно, что это какое-то тайное знание, которое есть только у адвокатов. Так что я заплатила своему адвокату 15 тысяч долларов просто за получение J-1 2-year waiver, да, то есть как бы освобождение от необходимости подвивания на родине два года, после того, как я государственную стипендию получила. И потом уже я подалась на грин-карту. Если бы я знала то, что я знаю сейчас уже, да, спустя, там, сколько, ну, где-то 8, то я бы, честно говоря, попробовала это сделать бы сама и сэкономила бы эти деньги. Конечно, у меня тогда было страшно само это делать, но так, оглядываясь назад, я могу сказать, что хорошее знание английского, внимательное деталям и интересное, видимо, коммуникационное право, в принципе, это неплохой такой задач для того, чтобы попробовать какие-то вещи сделать самим. А можешь еще раз рассказать, как бы, да, то есть ты приехал в США по какой визе? Я приехал по F1. Ты приехал как студент, студенческая виза, ты был не студентом, а постдоком? Не-не, студентом и был, я учился тут. А ты до этого работал, как бы, или ты учился? Я работал какое-то время, наверное, работал тогда. Еще не были программисты так популярны, как стало после, с программистом в начале 2000-х. Ну, там, когда я работал. И ты приехал по F1 визе, да, как бы, у тебя была стипендия, то есть тебе, как бы, у тебя, как бы, бесплатная была учеба, у тебя там еще было тоже чуть-чуть на жилье, там, ну, у меня тоже такая была. Стипендии, да, стипендии давали за то, что ты преподаешь, ну, teaching, assistant, шифр. Ассистент, пытаюсь сказать, и... То есть ты либо грейдишь, либо ведешь лабораторные занятия, либо смей с тобой и того. И когда ты задумался о том, что ты хотел бы Green Card, а не быть студентом? Не то, чтобы я задумался, как бы, таких людей, как я, было много, и был определенный, вот, ну, уже, как бы, такой проработанный путь, которым люди подаются. И этот путь был то, что они дальше становятся, как бы, на постдоком, потому что, опять же, существовало вот то, что ты рассказываешь, существовали такие предвзятые, то, что распространяется луэрами, что, как бы, если ты студент, PhD-студент, ты не получишь Green Card. Я знаю лично человека, который со студенческой, из PhD-программы получил Green Card. Ну, то есть ты уже начал исследовать эту тему, как бы, какой у тебя был путь исследования, так сказать, да? Ну, то есть, как бы, я поспрашивал своих близких товарищей, которые этот путь прошли, они пришли с адвокатами, как бы. Я нашел общие точки, где то, что у них общее, в их общих кейсах. И это использовал. А ты, они платили сами за адвоката во время университета платили, или работодатели? Все платили сами, да. А почему так? Почему университеты не хотят платить, как бы, за Green Card для, не знаю, там, для PhD-студент? Я не знаю. Я, честно, не знаю. Я не понимаю, как бы, этого. Я не понимаю, почему отношение к ученым, как бы, такое, явно недружелюбное в отношении университетов, национальных лабораторий. Почему они делают это все с таким большим одолжением, с такой большим скрипом? Потому что, вот я смотрю в индустрии, это делается, просто люди не понимают, что происходит, когда они получают... Все говорят, да, там за меня компания делает, мне говорят, да, за меня компания делает, Nvidia делает за меня, да, за меня Moderna делает, да, за меня Capital One делает. И ты так слышишь, как бы, вообще, это очень-очень геморройный, больной процесс. Вы просто не понимаете, насколько вам повезло, что вам решает компания, она находит правильного адвоката, она оплачивается деньги, ты просто там пришел, какие-то бумажки отдал, что-то подчеркнул, с круглыми глазами ушел, ничего не понял, и ждешь, пока у тебя пройдет время, потом тебя опять там с какой-нибудь стадии на другую стадию передвигают, ты ничего не получаешь, потом они говорят, да не, в Америке на самом деле, они говорят, вообще все хорошо, шик и класс, как бы, хорошие компании, такие хорошие иммиграционные процедуры, и это, как бы, параллельная реальность, которая происходит. Ты рассматривал вариант заплатить адвокату, как твоей коллеге, или нет? Рассматривал ли я что? Вариант просто заплатить адвокату, как твоей коллеге, или нет? Да, я думал, что если, как бы, у меня не получится, я заплачу адвокату. Блин, но ученые не так хорошо и платят, как бы, если еще работодатели не оплачивают грин-карты, это вообще обидно, как бы, это очень сложно, ну, то есть можно частями платить, я, например, своего иммиграционного адвоката платила частями, тремя частями, как бы, рассрочку, но это, как бы, еще и сложно, ну, это сильно бьет по карману, как бы. Да, это дорогое дорожество. То есть на тот момент, когда ты узнавал, да, сколько примерно стоило услуги адвоката? 6,5 тысяч. Видимо, сейчас они дороже, это сколько было лет назад? О, это было уже, по-моему, там, 14-15 лет. Ну, в 2015-м, то есть это было 8 лет назад, да, выходит? Да, это не было. 8 лет назад, то есть, как бы, и ты, в принципе, окей, и ты, как бы, ты попросила посредить их дела, как бы, да, ну, то есть, как бы, там, покажите мне ваши иммиграционные кейсы, там, и ты у них, ты провел с ними интервью, то есть с ними советовался? Нет, я не смотрел никаких иммиграционных кейсов. Нет. Я только, ну, то есть, ну, чтобы, я общался с людьми, которым я доверяю, то есть, если они говорили, что они брали, там, 6 рекомендательных письм, я брал 6 рекомендательных письм, то есть я, вот это было все, как бы, на веру. И там, например, они говорили, что надо писать очень большое, ну, 30 страниц, описание своей работы и доказательства, то есть какое-то письмо, которое, в принципе, так прямым текстом в ЕСЕС не написано, я его не прилагал, как бы, и это не... Сколько у тебя было этих рекомендательных письм? Я взял тот стандарт, который им рекомендовали адвокаты, это 6 штук. То есть сначала это письмо, а дальше что у тебя было? 6 рекомендательных письм. Я вот когда общалась с своего брата на тему, да, потенциально, что ему там может быть сделать EB1 или EB2, он такой сразу, блин, надо идти и просить рекомендательные письма. Я говорю, так ты же ученый, вы же постоянно друг у друга рекомендации просите, как бы, для публикации и так далее. Почему это так сложно? У тебя был тоже такой блог? Да, такое есть, как бы, есть. Американские ученые, они охотнее дают рекомендательные письма, или европейские, и все остальные, как бы, они очень плохо дают рекомендательные письма. Они как-то вкладывают в это особенную важность, они считают, что тебе можно дать рекомендательное письмо, в случае только если непосредственно он был твоим начальником, и ни в каком другом случае. Если вот он не сидел и не смотрел, что ты делаешь, как бы, то он уже рекомендательное письмо не может дать. У них какое-то другое отношение, чем у американских коллег. Например, ведь можно же дать, если ты являешься специалистом в этой области, и человек, даже с которым ты не сотрудничал, сделал что-то, что ты читал, является существенным вкладом. Да. Можно, как бы, вот так и делают, как бы. Ну, не, то есть надо понимать, что... И, как бы, просили, говорили, вот я сделал это, как бы, напишите мне рекомендательное письмо с моим, как бы, вкладом. И люди писали американские, европейские, это просто, как бы, конечно, жизнь какая-то. У них очень сложно с этим. Поэтому я думаю, что то, что там твой брат говорит, это, в принципе, обоснованно. Как бы, это проблемно, конечно. Для тебя, среди тех, кто писал тебе рекомендационные письма, были Нобелевский лауреат, правильно? Правда? Как так вышло? Мы работаем в одном университете. Работали, как бы, человек уже умер, как бы, Стивен Вайнберг. Он тебя хорошо знал? Он был твоим начальником? Нет, но мы работаем в одной области элементарных частиц, как бы, и он у нас, как бы, сделал очень большой вклад в нашу область. Всего теория используется широко в Цернии, поэтому он, как бы, был знаком с моей работой. Потому что это, как бы, просто все в рамках одного университета. То есть, как бы, мы его... Они и теоретически физикой для нас, мы занимаемся экспериментальной, но, как бы, это все одна и та же физика, и поэтому, как бы, мы выходим на одни и те же семинары, так, поэтому... То есть ты к нему подошел, попросил, он тебя сделал, как бы, все без проблем, да? Да, то есть, вот, буквально так, без проблем. Хотя были какие-то люди, с которыми я работал, скажем, более плотно, и они сказали, не-не-не-не, ну, а потому что они были европейцы, я не могу, как бы, я должен был быть супервайзером, чтобы писать, такой, да ладно... А сколько у тебя американцев из этих шести людей? Сколько у тебя было американцев, а сколько неамериканцев? Да, где-то 50 на 50, потому что я хотел разбавить это европейцами, чтобы было не сугубо, как бы, американизированное. Но в моем случае это было сделать проще, потому что, когда находишься на международном эксперименте, это все равно проще получить, все равно, как бы, ты их сполз большему количеству людей. То есть, все равно даже среди тех европейцев найдутся какие-то, которые, как бы, более гибкие и понимают, как это работает в США. Что ты еще приказывал, кроме реквендационных письм? Что у тебя еще там было? Список публикаций. Там были, значит, что employment статус, зарплата, что ты... Что у тебя, значит, advanced degree, то есть ты должен был прикладывать свой диплом. То есть ты приложил свой диплом, там, свечество рождения, визу, паспорт, ну, то есть такие вещи стандартные. В принципе, ты это все тоже можешь прикладывать. Я не прикладывал, хотя паспорт я, скорее всего, прикладывал, потому что он требуется. Я имею в виду, что, как бы, самая важная вещь, это, как бы, вот эти рекомендательные письма. Все остальное, как бы, плюс-минус, это формальность, мне кажется. Ну, я имею в виду формальность в том плане, что ты же, когда читаешь список, что нужно, чтобы податься на advanced degree, то advanced degree надо иметь. Я имею в виду, что если у тебя его нет, это advanced degree, как бы, смысла подаваться на advanced degree нет. National Interest Waber, но там advanced degree. А почему ты выбрал EB2 National Interest Waber, а не EB1? Потому что на нее, как бы, требования меньше. То есть там разница в processing time. Ну, на то время, как бы, разница в processing time была, как бы, что до полгода, я решил, как бы, просто не заборачиваться, чтобы, ну, как бы, там бар на EB1, как бы, надо будет делать больше. Я решил, что я проще сделаю меньше и подожду до времени. А ты можешь объяснить, как это национальный интерес, как бы, простым языком, как бы, да? Ну, то есть... В принципе, все, фундаментальные исследования, как бы, любые, как бы, какие-то прикладные исследования, которые здесь последуют, и приложения, они все будут исходить из этих фундаментальных исследований. Поэтому это в любом случае, как бы, интерес общества как такового. Это не интерес... Им же надо видеть, что это не интерес, как бы, отдельной компании, что они не лоббируют интерес, а что, как бы, бенефит от этой работы будет в целом, как бы, для всего общества как такового. Используя для американской НАТО. Фундаментальные исследования, в принципе, любые фундаментальные исследования сюда, как бы, попадут. В принципе, как и прикладные, разве что это какие-то прикладные, закрытые, может быть, патентами, я не знаю, которые бенефициаром будут выступать как ограниченный круг лист, но не все население США. Тебе пришло request for additional evidence, да, запросы на дополнительные сведения. Что там было в этом реквесте? Там я не предоставил, по-моему, адрес или что-то, что я находился на тот момент в Церне. Я думаю, он был в Церне, а не на территории США. Да, не на территории США. Прикольно, подожди-ка, то есть они все спрашивают, вы где территориально находитесь вообще сейчас, да? Да, 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 да. И мне нужно было дополнительно прикладывать о том, что как бы я, да, я живу... Ну, в смысле, я сейчас нахожусь в командировке длительной, да, но вообще как бы я, меня командировал в университет, и в общем, мои вещи, включая машины и все такое, находятся в США. А сколько ты по времени вообще готовил этот свой кейс? Ну, включая рекомендации и письма, то что я говорю, где-то там три месяца, да? Три месяца. Три-четыре месяца занял. И ты его потом распечатал все, да, и отправил по почте? Да, да. Тогда еще нельзя было. И ты получил грин-карту этого? Без собеседования, правильно? Ну, то есть пары фит было, потом, поскольку я находился за границей, там был процесс, точно же был получить визу, потому что у меня менялся статус, там нужна была уже новый тип визы, по которой, то есть, когда ты, тебе не присылают, когда находишься за рубежом, тебе не присылают саму грин-карту. Когда ты внутри США, ты получаешь грин-карту. Когда ты вне США, ты должен опять податься на визу. Я не помню, какая виза там, какую они давали визу. В общем, ты по этой визе въезжаешь, там делают штампы, потом тебе приходят грин-карты. А ты куда пошел в посольство? В какой стране? В Швейцарии? В Берни, да. Прекрасно, мы недавно опубликовали. Это одно из самых лучших консульств в мире по проценту одобрения и количеству выданных виз. Окей. Но тебе дали визу без проблем, как бы, да, иммиграционную уже? Ну, у меня не было проблем, да. Но, Тимо, что в Швейцарии, как бы, в принципе, где находятся в Швейцарии, как бы они, видимо, в принципе, все логично, у тебя картина складывалась. Я думаю, что они, как сказать, компетентные. Я думаю, что... Ну, или я верю, не хочу верить в то, что они компетентные. Ты въехал по иммиграционной визе в США. Были какие-то проблемы, дополнительные опросы или нет вообще? И через сколько ты получил свою грин-карту, по почте? Да я уже даже не понял такие детали. Ну, да, относительно быстро. Относительно быстро. А потом ты решил подать на грин-карту свою девушку. Через какое-то время, да. И ты уже это делал, поэтому у тебя так... Можно уже сказать, что рука, в принципе, была набита. Было проще во второй раз? Да, конечно. Поэтому у нее не было никаких арофей. Но при этом у нее не было и нобелевских лауреатов, которые ее рекомендовали, правильно? Да, но у нее было много людей известных в области. Она биолог, да, если не ошибаюсь? Да, она занимается биологией. И как бы она тоже взяла у них письма. Они дали хорошее, хорошее, качественное письмо. И все остальное, в принципе, пришлось только просто повторить. Открыть USCIS, что там еще нужно. Тоже advanced degree. А что, то есть ее сфера в биологии, как бы почему она была в национальных интересах? Раковые исследования. То есть логично, надо победить рак в США. Ну, то есть, опять-таки, вы не скатывались до того, что типа вы там прям писали, что надо победить рак в США. Рак это плохо, от рака умирает столько-то. Мы прикладывали статистику, сколько людей погибает ежегодно. Но это как бы в принципе вся эта статистика имеется. В принципе, практически в каждой у них публикации, потому что всегда в видении как бы они обосновывают. Ну, зубок ее знаешь, ну, если в этой сфере работаешь, как бы и логично. Да, ну, как бы, то есть это, по крайней мере, тут, ну, да, казалось бы. И она как бы получила грин карту без запроса дополнительного сведения. Без списка. Без сарафита. Она, то есть достаточно все просто было, как бы тоже, да? Твой вывод из этой ситуации, знаешь, хотелось, что ты поразмышлял. Все-таки, да, все-таки, но ты человек, который, можно сказать, что успешно получил две грин карты, окей, как бы, ну, так. То есть, кто может, на твой взгляд, это сделать сам? Я думаю, что лучше идти к адвокату, но надо знать хорошего адвоката. Ну, а с другой стороны, сколько там, сейчас уже это стоит 8, а то и 10 тысяч делу, я подозреваю, как бы, да? Ну, если это хороший адвокат, это того, как бы, стоит. Все риски взвесить, как бы, вот, непредсказуемость, не зная, что, в каких моментах подаваться, куда, что и как. Нервотрепка, ты просишь эти письма, как бы, что они тебе пишут, достаточно, это недостаточно, как бы, вот. Но проблема в том, что я полностью согласен, что как найти хорошего адвоката. И каждый адвокат рассказывает свою какую-то странную версию. Одни рассказывают, так можно, другие говорят, так нельзя, как бы. По большому счету, все эти люди, они не адвокаты, как на мой взгляд. Ну, это мое личное, как бы, убеждение, наверное. Адвокат, это человек должен быть, в моем понимании, человек, который должен понять твою сложную ситуацию и помочь тебе, вот, найти способ, помочь тебе в твоей ситуации. Это не адвокат, который забирает у тебя документы, которые ты подготавливаешь сам и заносит эту папочку потом куда-то, и при этом берет за эти услуги какие-то деньги. Это не адвокат. Это какой-то оторний, который, не знаю, занимается административной работой. Это не адвокат. Скажи по разу, если сравнить иммиграционное право и ядерную физику? Ну, вообще, если сравнить право, то это область, где есть законы, хотя бы плохие, хорошие, поэтому по законам как-то действовать относительно проще, чем области, где нету законов. Два раза легче, чем область. Область риторики, например, или область политики. То есть, это область, где уже законы не действуют, гораздо, гораздо сложнее. То есть, между правом и физикой больше схожести, чем между, скажем, физикой и другими социальными навыками, кроме, может быть, экономики. Скажем так, вот ты можешь сравнить с чем-то, вот то, как ты, не знаю, подавал свой аппликейшн, да, на EB2 National Interest Waiber, как бы, это было не так сложно к диссертации, например, писать. Ну, то и другое ты сам сделал. Так, какая аналогия должна быть уместна? как бы, оба процесса сложные. Знаешь, с диссертацией проще, потому что, когда ты уже пишешь диссертацию, ты знаешь, что ты ее, это вопрос, скорее, писательства, конец тебя ждет уже скорее. То есть, когда тебе дали зеленый свет, но то, что ты идешь и пишешь диссертацию, ты уже как бы должен просто ее написать. Хотя, это тоже очень, как бы, очень сложный геморрорный процесс и это одно из худших времен моей жизни, когда я ее написал. То есть, до такого физического состояния у меня не было, плохого физического состояния не было никогда. То есть, тогда, когда я просто потерял сон, и вот, ты знаешь, ночью ты просто не спишься в ночь, а утром ты стоишь, и ты должен идти, чувствуешь, что тебя крышу срывает. Просто, ты как бы утрачиваешь связь с реальностью. Значит, это кошмар, как бы, потому что тебе надо очень быстро и много писать. Грин-карта, как бы, это и сложно, но и тут, как бы, риск, что вся эта работа, которую ты проделаешь, где ты должен остановиться. Подходит это рекомендательное письмо, тебе нужно попросить у человека изменений к нему. То есть, он должен сделать, как бы, больше, вот, эмфазис, подчеркивая какие-то сильные стороны, лучше тебе показать, потому что там часто, особенно в Штатах говорят, что если письмо не расхваливает тебя, то оно считается плохим. То есть, то, что, как бы, в Европе у нас принято, там, мы советуем этого человека, потому что он хороший, это считается плохое письмо, как бы, в Штатах. Как отнесется к этому USCS, как бы, ты не знаешь этого. И это, конечно, как бы, ты не знаешь, надо дальше лампировать здесь этих людей или не надо, как бы, то есть, где хватит, где не хватит. И ты, как бы, делаешь работу и борешься с собой, и пытаешься найти этот грань, этот минимум. Вот такая интересная история с нашим физиком Ядерихом, который сам получил грин-карты не только себе, но и своей девушке. У него-то, конечно, были рекомендации от Ноберевского гауреата по физике, но у неё их не было и всё равно она получила. Мне интересно, что эта история нам рассказывает. На мой взгляд, она рассказывает о том, что всё-таки очень многие вещи в миграционном праве, они доступны, доступны для нас, простых смертных, те, кто не адвокаты, и мы вполне можем справиться с этим сами. Миграционные адвокаты нужны, но, на мой взгляд, они нужны для, скажем так, для некоторых ситуаций. Знаете, у, скажем так, достаточно большого количества людей нет денег на миграционного адвоката. Более того, у достаточно большого количества людей нет также навыков для общения, правильного построения коммуникации с иммиграционным адвокатом, потому что, к сожалению, мы очень часто слышим от наших подписчиков, от членов нашей группы, тех людей, которые мне пишут на e-mail, о том, что иммиграционные адвокаты очень хорошо с ними общаются, они часто видят интересные видео иммиграционных адвокатов в Инстаграме, в Фейсбуке, в ТикТоке, всё так классно, и с ними даже хорошо консультируют, но потом они заплатят деньги, и иммиграционный адвокат пропадает. Знаете, моё такое убеждение, всё же, я бы так сказала, что иммиграционное право в нашей стране, я гражданка, очень этим горшусь, оно всё-таки разрабатывалось не для того, чтобы оно было доступно только иммиграционным адвокатам, только людям, которые получили диплом в юриспруденции. На мой взгляд, оно разрабатывалось за то, что мы, простые люди, тоже могли что-то сделать, руководствуясь теми инструкциями, которые есть на сайте иммиграционной службы и руководствуясь законами. И нет ничего странного в том, что некоторые люди хотят сами это сделать. На мой взгляд, это наоборот большое уважение к нашей стране, к её законам и восхищение тем, как она построена. Да, наша иммиграционная система и законы достаточно устаревшие, и там есть много проблем. Но слушайте, с другой стороны, ситуация лучше, чем во многих других странах. Я, видимо, хотела попросить вас, чтобы вы рассказали своё мнение, поделились вашим опытом общения с вашим миграционным адвокатом или если вы делали что-то сами, расскажите просто, что вы делали сами, как вы делали сами. Мне было бы очень интересно, и я с удовольствием запишу новые видео с теми людьми, которые делали что-то сами с адвокатами, или, то есть, что делали сами, или те, которые делали с адвокатами. Можете написать на e-mail, я его оставлю в комментариях к этому видео. Спасибо большое, что смотрели. Это Катя Панова, основательница Рубика.